Волны экстремальной жары, которые пришли этим летом во многие регионы мира, не ослабнуты в августе. Об этом предупреждает эксперт Всемирной метеорологической организации. Ранее ВМО издала прогноз, согласно которому температура воздуха в регионах Северной Америки, Азии, Северной Африки и Средиземноморья, будет выше 40 градусов по Цельсию в течение длительного периода времени. Волны тепла уже принесли много проблем. На юге Европы они пришли в пик летнего туристического сезона, что побудило власти издавать предупреждения о повышенном риске для здоровья и даже угрозе жизни. Экстремальная жара также нарушила уклад жизни миллионов американцев. Опасные волны тепла стали масштабнее и охватили районы, которые раньше не затрагивали. Эксперт ВМО Джон Нерн, считает, что волны тепла будут приходить чаще и раньше. «У нас есть довольно чёткие признаки того, что они будут начинаться уже весной. В этот сезон наблюдается самый сильный рост количества волн тепла. Так что в ближайшем будущем они будут доминировать как минимум полгода». Нерн также отметил, что минимальные значения температуры в мире растут быстрее максимальных. «Это означает, что мы будем испытывать устойчиво высокие дневные температуры в течение более длительного времени, что будет приводить к накоплению тепла в окружающей среде. Мы потеряем способность восстанавливаться в течение ночи, а это очень опасно». Экстремальные волны тепла также принесли разрушительные пожары, в частности, в Канаде. Дым от них дошёл не только до США, но также и до страны Европы. Большая панда Мэйсян, живущая в Национальном зоопарке Вашингтона, отметила своё 25-летие тортом и различными угощениями. Среди них были ледяные смеси из воды, сока и свежих фруктов и овощей, включая сладкие картофели, виноград. «Это было здорово. Это был её 25-й день рождения. Я никогда раньше не пропускала этот день. Так что я знала, чего ожидать. Но это всегда отличная возможность собраться вместе, снова увидеть своих друзей и отпраздновать день рождения Мэйсян». «Мэйсян собрала толпу, как она обычно это делает. Она – любимица среди постоянных посетителей зоопарка. На неё приятно смотреть, и она нравится публике. Ей нравится сидеть и есть свою еду, и делать это в месте, где её очень хорошо видно. Она очень красивое животное». Мэйсян родилась в Китайском центре охраны и исследовании гигантских панд в 1998 году. Позже её перевезли в Соединённые Штаты, где она в целом родила семерых детёнышей. Четверо дожили до зрелого возраста. Стоит отметить, что Китай сдаёт своих панд в аренду на 10 лет. При этом все рождённые детёныши остаются в его собственности. Нырнуть на глубину более 120 метров – теперь это сделал человек. Французский фридайвер Арно Жеральт побил очередной мировой рекорд. Спортсмен погрузился с ластами без снаряжения на глубину 122 метра. 27-летний фридайвер побил рекорд на ежегодных престижных соревнованиях Vertical Blue на Багамских островах. На спуск у спортсмена ушло 105 секунд, на подъём – 109. Он находился под водой 3 минуты 34 секунды. «Здравствуйте, меня зовут Арно Жеральт. Я французский фридайвер. У меня восемь мировых рекордов, и сегодня я установил ещё один. Это было погружение на 122 метра в Беластах. И мне очень понравилось это погружение. Для первого дня соревнований это было сильно. Я тренировался для этого всю зиму. И я счастлив, что сделал это здесь, на Багамах». По количеству побитых мировых рекордов по фридайвингу француз превзошёл звезду 90-х итальянца Умберто Пеллицари. Тот устанавливал мировой рекорд шесть раз. Соревнования Vertical Blue проходят с 2008 года. В этот раз в них участвуют 44 ведущих фридайвера со всего мира. На глубине 3000 метров у побережья Коста-Рики осьминоги откладывают яйца. Этот питомник обнаружили учёные из Университета Коста-Рики и Института океана имени Шмидта во время экспедиции в июне. В мире есть только два других известных глубоководных питомника такого же масштаба – в Канаде и Калифорнии. Ранее считалось, что район у побережья Коста-Рики не пригоден для размножения осьминогов. «Там начали вылупляться осьминоги. Это было невероятным открытием. Мы поняли, что это питомники и что осьминоги там размножаются». Это место находится в открытом море в 200 километрах от полуострова Никоя в северной части Коста-Рики. Над ней есть несколько небольших древних вулканов, которые произошли от Тихоокеанского хребта и образовались примерно 23 миллиона лет назад. Здесь, в водных глубинах, гидротермальные источники несут холодную воду, которая по пути нагревается и достигает места, где были обнаружены осьминоги. Команда считает, что это может быть причиной появления такого большого места размножения. «В этом месте проходят потоки холодной воды, которые входят в более крупные подводные горы через трещины, проходят через земную кору, собирают её тепло и уходят через меньшие подводные горы, такие как Дорада, где находится питомник осьминогов. Разница температуры воды составляет 10 градусов». В том же месте обнаружили новые подводные горы, о которых не знали ранее. Они обеспечивают среду обитания для множества морских существ. Там потенциально могут быть и виды, неизвестные науке. Учёные отмечают, что властям Коста-Рики стоит превратить это место в заповедник и не допустить того, чтобы там начали шельфовую добычу полезных ископаемых. Золотистых ретриверов любят многие. А увидеть их столько в одном месте – шанс особенно редкий. Такая возможность выпадает уже в шестой раз в Шотландии. Встречу организовывает местный клуб владельцев этой породы. «На этой неделе клуб золотистых ретриверов Шотландии проводит так называемое собрание Гвисикан. Это мероприятие проводится с 2000 года». В этом году – особый повод. Породии исполняется 155 лет. «Мы всё организовали и не могли дождаться, когда приедем. Так что, если вы любите эту породу, вам здесь место. Это встреча с другими людьми, у которых те же интересы, то же хобби, та же любовь к породе. Встречаешь тех, кого давно не видел, встречаешь новых людей со всего мира. Но всех объединяет один общий интерес – золотистые ретриверы. Так что, здесь всегда есть о чём поговорить». Встреча проходит возле родового поместья шотландского лорда. Здесь в XIX веке он вывел собаку охотничьей породы, приспособленную к местным условиям. «Мы считаем, что золотистого ретривера вывел лорд Твидмаут, владелец поместья Гвисикан. Увидеть это место, где зарождалась порода, увидеть питомник, поле, поместье – думаю, это много для нас значит». Встреча длится пять дней. Включает конкурсы, развлекательные и образовательные мероприятия. 488 собак поучаствовали в фотосессии. Кадры с дрона раскрыли масштабы кратера Батагайка. Это термокарстовая впадина в Якутии. Её называют самым большим кратером вечной мерзлоты в мире. Местный житель и исследователь РЛ говорит, что началось всё в 60-х годах, когда здесь вырубили лес. Затем вечная мерзлота начала постепенно таять. «Образовалось в 70-х годах как овраг сперва. И потом вот по оттаиванию, по солнечным дням, по жаре вот так вот оно начало расширяться». Около 65% территории России приходится на вечную мерзлоту. Учёные говорят, что она нагревается как минимум в два с половиной раза быстрее, чем остальной мир. Местные жители называют впадину воротами в преисподнюю. Она привлекает туристов. Однако расширение воронки – плохой признак. «В будущем с повышением температуры и усилением антропогенного давления мы будем видеть всё больше и больше таких мегапросадок, пока вся вечная мерзлота не исчезнет». Таяние вечной мерзлоты уже угрожает городам на севере и северо-востоке России. Из-за этого рушатся дороги, трескаются дома, лопаются трубопроводы. Усугубляют проблему лесные пожары, которые в последние несколько сезонов стали более интенсивными. Местные жители говорят, что кратер быстро увеличивается. Ещё два года назад он был намного меньше. «Здесь немножко от тропинки где-то метров 20-30 было. Сейчас вообще близко, оказывается». Учёные пока не знают точной скорости расширения кратера Батагайка. Но уверены, что она увеличивается. «Мы можем ожидать, что с повышением температуры воздуха кратер будет расширяться с большей скоростью». Длина кратера составляет один километр. Глубина кое-где достигает 100 метров. Внезапный шторм обрушился на Берлин. От непогоды больше всего пострадал центр города. Местные власти попросили людей не выходить на улицу, пока ситуация не улучшится. Проливной дождь затопил дороги и тротуары. Ураганным ветром ломало ветки и валило деревья. Упали несколько светофоров. На открытых террасах уличных кафе попадала мебель. Шторм также вызвал перебои в работе железнодорожной сети берлинской городской электрички. Этим наземным транспортом каждый день пользуются десятки тысяч пассажиров. Власти пока не оценили степень ущерба. Также нет сообщений о пострадавших. Всего месяц прошёл с тех пор, как большая часть территории Германии пострадала от сильных штормов и ливней. Тогда из-за проливных дождей затопило автомобильные трассы. Упавшие деревья заблокировали движение поездов на некоторых участках железной дороги. Понедельник в Израиле с новой силой вспыхнули массовые протесты. Перед этим законодатели одобрили первую часть спорного законопроекта о пересмотре судебной системы страны. Демонстранты заблокировали главное шоссе Иерусалима. Их разгоняли водомётами. Задержали более 20 человек. Внутри кнезь это тоже было неспокойно. Оппозиционные депутаты скандировали позор и рвали бумажные копии законопроекта. Реформа, которая вызвала самые крупные антиправительственные протесты в современной истории Израиля, призвана ограничить роль Верховного суда. Премьер настаивает на том, что у суда слишком много полномочий, в частности, он может отменить любое решение правительства. Реформа призвана сбалансировать ветви власти. На пике протестов Нетаньяху вёл переговоры с оппозицией, чтобы достичь компромисса. Однако они оказались безрезультатными. Вашингтон ещё раз призвал его найти решение, которое было бы приемлемо для всех. «Серьёзные изменения в демократической системе, чтобы они были устойчивыми, должны иметь как можно более широкий консенсус. К сожалению, сегодняшнее голосование состоялось с минимально возможным большинством. Мы будем продолжать поддерживать усилия президента Герцога и других израильских лидеров, поскольку они стремятся к достижению более широкого консенсуса посредством политического диалога». Некоторые военные лидеры страны заявили, что принятие закона может поставить под угрозу национальную безопасность. При этом Бениамин Нетаньяху после голосования сказал, что его правительство будет продолжать защищать права граждан, а также что военные не должны вмешиваться в политические разногласия. Премьер также обещает, что продолжит переговоры с оппозицией и постарается заключить соглашение с ней по вопросу второй части судебной реформы к концу ноября.